МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ремонт дорог в Самаре из регионального бюджета выделят дополнительные средства. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в этом году на обновление дорожного полотна в Самаре уже предусмотрены 1,5 млрд рублей из регионального бюджета. Дополнительно направит не менее 500 млн рублей. Дмитрий Азаров напомнил, что всего в этом году в Самарской области отремонтируют 375 км дорог. Из регионального бюджета на эти цели выделили более 10 млрд рублей. Бассейн в Куйбышевском районе Самары откроет двери для всех желающих с 4 мая. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на прямой трансляции с губернатором Дмитрием Азаровым. Тренировки для организованных групп детей в бассейне уже проходят регулярно. Елена Лапушкина пояснила, что ограничения связаны с необходимостью завершить в здании проверку системы видеонаблюдения. Этого требует правило антитеррористической безопасности. Дмитрий Азаров отметил, что на безопасность сегодня стоит обратить особое внимание. В Самарской области максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС пройдут 26 и 27 апреля. В эти дни через гидроузел будут пропускать до 26,5 тысяч кубометров в секунду. Как отметили в администрации Самары, уровень воды в Волге в районе города может достигать 32,5 метров по Балтийской системе высот, что меньше максимального значения 2016 года, когда уровень воды поднялся до 32,8 метров. Но это не превысило 33 метров показателя неблагоприятного гидрологического явления. Президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов, пострадавших от паводков. Он попросил проработать этот вопрос руководителям других регионов России и распорядился организовать отдых детей как можно быстрее. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в Евпатории и Краснодарском крае уже подготовлены 25 тысяч мест для размещения детей. Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпании не держать пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Ространснадзор рекомендовал придерживаться действующих санитарно-эпидемиологических требований на транспорте, согласно которым допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов. Если в салоне стало жарко уже после посадки и поддерживать нужную температуру по каким-либо причинам невозможно, пассажиров следует высадить в терминал аэропорта. В России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Лекарство продемонстрировало высокий профиль эффективности и безопасности. Болезнь Бехтерева – это хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует хрящевую ткань и суставы организма, принимая их за инородные тела. Это может привести к боли в позвоночнике и ограничению подвижности. Разработанный препарат позволяет уничтожить патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма в целом. Продолжение следует...